Звание Героя Советского Союза Николаю Александровичу Кривенко присвоено в 1943 году. Такой высокой награды наш земляк был удостоен за бросовый выполнение боевых заданий командования на фронте с немецко-фашистскими захватчиками. Николай Кривенко служил в морской пехоте. Он был пулеметчиком 386-го отдельного батальона военно-морской базы Черноморского флота. В ноябре 1943 году Кривенко в числе первых с десантом высадился на Керченский полуостров, где принял участие в отражении 19-ти контратак вражеской пехоты. Подбил гранатами танк противника и уничтожил танковый десант, который прорвался в тыл батальона. Отважный морской пехотинец Николай Кривенко участвовал в боях по прорыву батальона из Ильтингена на южную окраину Керчи и овладению горой Митридат. Демобилизовался в 1946 году. Герой-земляк имеет множество наград, в их числе ордена Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й степени. После войны Кривенко жил в Лобинске, вел активную жизнь, встречался с молодежью, рассказывал о подвигах советских солдат. В 1995 году Николай Александрович ушел из жизни и был похоронен на городском кладбище. Имя Николая Кривенко увековечено на площади Победы. Николай Александрович Кривенко – это легенда нашего города, один из героев Советского Союза, один из 11 героев Советского Союза, который похоронен на территории Лобинского района, в частности, на территории Лобинского городского кладбища. Морской пехотинец, отважный морской пехотинец, один из черных морских дьяволов, как называли морскую пехоту, собственно, немцы. В апреле к депутатам районного совета обратился коллектив Лобинского музея о необходимости установки нового надгробного памятника на могиле Героя Советского Союза. Старый, который установлен был еще в 1998 году, начал рушиться. Народные избранники единогласно поддержали инициативу и решили в это патриотическое дело вложить личные средства. Я выехал на место, посмотрел, что это крайне в неудовлетворительном состоянии и обратился к депутатам районного совета. Депутаты поддержали инициативу, что мы должны установить памятник накануне праздника 9 мая. И обратившись к предпринимателю, получил согласие и памятник установили в кратчайшие сроки. 4 мая возле нового гранитного памятника собрались родственники, депутаты, руководитель военного комиссариата, чтобы почтить память героя и поклониться ему за проявленное мужество. Молодежь должна знать правду, говорят организаторы мероприятия. Вы знаете, я до сих пор не знаю, где похоронен мой дед, погибший в войне. И отец, которому 87 лет, это не нашел. Но следующее поколение, вот я считаю себя внуком войны, следующее поколение очень быстро забудет. Если мы сегодня, взрослые люди, не будем делать вот такие поступки и возводить памятники, то очень быстро забудется. Вот это и преемственность поколений, и связь, и наше патриотическое воспитание, оно сразу рассосется и просто исчезнет, если не совершать такие поступки. Я еще раз повторю, я думаю, в любом муниципалитете Краснодарского края реакция была бы идентичной нашей. В этот день депутаты говорили о жизни земляка в послевоенное время. Имя Николая Кривенко известно многим. Для меня сегодня великая честь принять участие в открытии памятника Кривенко Николая Александровича. И хотелось попросить руководителя музея, наверное, сюда надо привозить и школьников, и показывать историческое место, где захоронен человек, именем которого должна гордиться земля и каждый житель нашего региона. А вам всем доброго и здоровья. Участники «Минуты памяти» возложили цветы на могилу Героя Советского Союза. Дочь Николая Александровича Кривенко выразила огромную благодарность всем, кто принимал участие в установке гранитного памятника ее отцу. Я горжусь, конечно, своим отцом. У нас и внуки, и дети мои тоже очень сильно им гордятся. Все понимают, что он воевал, что он заслужил это звание. Я хочу выразить большую благодарность депутатам районного совета, директору Краеведческого музея и тем, кто участвовал в создании этого памятника. Наталья Твиненко, Георгий Сопов, телекомпания ЛАБА.